Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у меня автомобиль Ford Explorer 2013 года выпуска. Двигатель 3.5 бензин, полный привод. Коробка автомат. Пробег на автомобиле 110 тысяч километров. Заменим в раздаточной коробке масло. Объем там небольшой, всего 400 грамм. Но так как коробка проблемная, за маслом надо регулярно наблюдать. Но проблема в другом, когда подниму, опишу. Поднял автомобиль, снял защиту. А здесь вот такая картина. Раздатка мокрая. Притом мокрая она не по сальникам. А мокрая она от цапуна. Разбирались, смотрели откуда, где. Вот на этой раздатке есть только заливная пробка. То есть заливная, сливная пробка, вот она. Заливной пробки на этой раздатке нет. Есть они без сливной, но заливной. И есть вообще без пробок. Сейчас покажу, где сапун и что там у него получилось. Вот если посмотреть отсюда, вот я свечу на шпильку выпускного коллектора. Она в масле. Но сам двигатель весь сухой. По шпильке бежать не может. Давай смотреть, выяснять откуда там масло. И откуда масло на коробке и на раздатке вот это. А это оказывается бросает с раздатки. Сейчас возьму зеркало. Вот зеркало, а вон он, штуцер вентиляции сапуна, вентиляции раздатки. И на нем нет ничего. Нет ни колпачка, ни шланга, ничего. И он находится как раз под шпилькой. Это вот с него и выплевывает масло из раздатки. Сейчас беру, сливаю масло с раздатки. Посмотрим, сколько у нас там его осталось. Одеваем шланг на сапун и попробуем залить. Если клапана в сапуне нету, возможно, мы тогда через него и зальем. Ну, закручиваю сливную пробку. Шестигранник на шесть. Да нет, масло еще было в раздатке, поэтому радует. Но магнит весь в ежике, весь. Что я сделал? Я одел шланг на штуцер. Вот он, шланг восьмерочка. Длиной где-то сантиметров, наверное, 60. Он вывел наверх, одел воронку. И хочу сейчас залить масло. Но перед этим сам этот штуцер сапуна. Проволоку вставил, где-то сантиметра, наверное, 2,5. Клапана я там не нащупал. Поэтому сейчас хочу еще попробовать залить масло. И посмотреть, потечет оно снизу или не потечет. Пробку не закручивал. Масло, которое идет для раздатки. САС-75W-140C. Оригинальный номер его идет... 183, где он здесь должен быть написан. Где он здесь должен быть написан. А, вот он. 183, 66, 74. Маленько наливаю. И сейчас посмотрю, снизу бежит, не бежит. Вот, видно, свежее масло побежало. Поэтому... Фордовская недоработка, кстати. У кого есть такие автомобили, смотрите. Сапун голый. Без клапана, без сивы. Он как выплевывает масло, так он и засасывает грязь. Ладно, поднимаю, закручиваю пробку. Все, поднял. Закручиваю пробочку, пробочку помыл. Кстати, здесь герметик. Добавлю нового. Добавил герметика. И закручиваю пробочку. Герметика. Добавил герметика. 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 Смотрите продолжение в следующей серии. Пробку я закрутил, ну и теперь смою со штанов масло, вот эти подтеки, чтобы у нас потом дым-завесы не было и запаха неприятного. И с раздатки смою. Обычный очиститель карбюратора. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. И сейчас покажу шланг, потому что мне его еще закрепить надо будет. Отвести от коллектора в сторону. Ну вот он, шланг. И все, теперь у нас раздатка грязи цеплять не будет и маслом плеваться не будет. Опускаю автомобиль и заливаю 400 грамм масла. В раздатку идет всего 400 грамм, объем небольшой. К сожалению, мензурки нету. Решил таким образом выйти из положения с помощью шприца 150 миллиграмм. Заливаться будет медленно, потому что подпора нет. То есть, вернее, подпор создается, заливая через сапун. По времени подождать придется чуть побольше, пока туда воздух выйдет. Или же есть как вариант протолкнуть туда тоненькую трубочку, шланчик, чтобы быстрее воздух выходил и масло заливалось. Ну, в принципе, по следу видно. Идет, поэтому не так долго ждать. Заливаю еще 150 миллиграмм. Из-за подпора воздух уходит очень медленно. Вот еще 100 грамм последних доливаю. Единственное, много не надо заливать. Заливать по чуть-чуть, тогда воздух выдавливает из раздатки. И желательно бы масло разогреть. Чтоб масло было разогретое, оно текучесть лучше и лучше убегает вниз. Ну, все, последнее я сейчас 100 грамм выливаю. И на этом у нас 400 грамм будет залито. Все, залил я 400 грамм масла. Вывел трубку вот наверх. Так, мы ее здесь и оставим. Сейчас капроновой стяжкой закреплю к шлангу, чтобы она не падала. Снизу также стяжкой закрепил от коллектора, от выпускного. Отвел в сторону, чтобы не плавилось. И когда масло заливали, я уже сказал, много заливать не надо, потихонечку оно уходит. В крайнем случае, защиту уже поставил, но можно открутить датчик. На раздатке стоит датчик сбоку. Можно его открутить, чтобы воздух выходил. И тогда масло войдет смело и быстро. В следующий раз уже не буду торопиться, когда будем менять через год, через полтора масла в раздатке. Ну, через год. Лучше всего проверять через год, потому что здесь капризная раздатка. И сделаю как раз таким образом, чтобы не мучиться при заливке. Немножко откручу датчик, воздух пойдет, из раздатки будет выдавливать, и масло зайдет нормально. Ну, что здесь в процессе можно будет даже какой-нибудь фильтр придумать и надеть какой-нибудь фильтр на шланг, на кончик. На этом все. Замену масла в раздатке я закончил. Всего вам доброго.